Василий Церетели на современное искусство смотреть нужно проще. Василий Церетели, на современное искусство смотреть нужно проще 12 часов. CC by S.R. 4.0. Inner Vorobjeva. Василий Церетели, исполнительный директор MOMA. Cropped Image. Директор MOMA Василий Церетели. CC by S.R. 4.0. Inner Vorobjeva. Василий Церетели, исполнительный директор MOMA. Cropped Image. Московский музей современного искусства успешно развивается уже 20 лет. Свой юбилей он отмечает в этом году. Ежегодно в его стенах проходят выставки как признанных современных художников, так и подающих надежды молодых авторов. В интервью РИО Новости исполнительный директор Мама Василий Церетели рассказал о ближайших проектах и отношениях в творческой семье. Объяснил, почему современное искусство зачастую вызывает недоумения публики и как обеспечивать безопасность в учреждениях культуры. Беседовала Екатерина Сашникова. Расскажите про проекты, которые готовит ваш музей в ближайшее время. Кроме того, планируете ли представить какой-то проект на Венецианской Венале, которая вот-вот начнется в Италии? В июне мы открываем в моноперсональную выставку Ивана Горшкова и фестиваль памяти Сергея Курехина, посвященный его 65-летию, а в начале июля мы представим зрителям выставку художника и скульптора Желми Пленца. На Венецианской Венале в этом году мы организуем круглый стол, в рамках которого обсудим, какое место российское современное искусство занимает в глобальном контексте. Проект создан нами совместно с ярмаркой современного искусства «Космеско» и «Россиза ГЦСИ». Также мы готовим фуд-перформанс взбесившийся фуршет при участии художника Ивана Горшкова, который будет предвосхищать открытие его проекта в музее. 26 марта, 8 часов. Вас посадят. Как художники Камар и Меламит высмеивали советскую власть. А с чем связан тот факт, что очень мало наших художников выставляется за рубежом? Дело в том, что это очень дорогое удовольствие. Поэтому важно, чтобы наши галереи, в том числе и коммерческие, получали поддержку от государства, к примеру, в виде грантов. Таким образом у них появится больше возможностей, чтобы выставлять молодых российских художников не только у нас, но и за границей. В целом российские молодые художники востребованы за рубежом. Есть спрос на организацию подобных выставок? Да, конечно. Сейчас, например, запустили совместный проект галереи Саачи и Эрмитажа, где куратором выступает Дмитрий Озерков. В рамках этой инициативы в Лондоне представлены наши художники. На мой взгляд, нам необходимо как можно больше подобных проектов, чтобы российские мастера появлялись на международной арене. Многие скептически относятся к современному искусству. Как вы думаете, с чем это связано? Потому что не понимают или не хотят вникать в истинный посыл художника. Мне кажется, что те люди, которые говорят, что современное искусство сложно понять, просто не прилагают к этому достаточно усилий. К примеру, когда смотришь на картины Шишкина или Репина или любые другие произведения, разве не нужно их понимать? Каждый художник вкладывает в свои работы свое видение. Актуальное искусство является реакцией на время, в котором мы живем сейчас, и художник для нас зеркало происходящего. Как можно говорить, что ты не понимаешь современное искусство, если ты живешь в настоящем? Надо на искусство смотреть проще, не так критично. Необходимо помнить, что художники заслуживают уважения, и не забывать, что важно работать над собой, чтобы понимать их и контекст создания работы. Можно ли сказать, что у современного искусства есть предел? Есть, чем еще удивить публику. Художники каждый раз пытаются удивлять. Иногда у них получается создать нечто новаторское, а иногда новые произведения – это реплики уже сделанных работ. Ведь любой мастер так же, как и зритель, должен работать над собой. И здесь важную роль играет образование, для движения вперед каждый обязан знать предшествующую ему историю развития искусства и понимать, в какой именно точке он находится относительно всего художественного процесса. Только в этом случае можно создать что-то новое, в противном случае от незнания получается повтор хорошо забытого старого. 25 февраля, 14-18 уличные художники из 26 стран распишут спальный район Подмосковья. Действительно ли современное искусство сейчас не получает должной поддержки? Понимаете, поддержка может быть оказана разными способами. Музеи со своей стороны помогают реализовывать различные художественные проекты и делать огромное количество выставок. У нашего музея также есть программа «Дебют», в рамках которой каждый месяц открывается новая выставка молодота-художника. Однако важно, чтобы работы молодых художников и вообще художников в целом закупались государством, фондами, разными корпоративными коллекциями. Это все существует в таких странах, как Испания, Франция, США. У нас пока мало компаний, которые делают что-то подобное для развития культурной среды, но они появляются и все больше интересуются происходящим в сфере искусства. В последнее время заметна положительная тенденция. К примеру, наши партнеры, которые оказали неоценимую помощь при создании образовательного центра. Кроме того, также необходимо развивать и поддерживать регионы. Об этом многие забывают. Много желающих стать частью вашего проекта «Дебют». И какие критерии отбора? Да, желающих много. А главные критерии отбора – это оригинальность идеи и проработанность концепции. Вообще, наш главный проект по поддержке молодых художников – это Московская международная биеннале молодого искусства. Художники до 35 лет подают заявку и специальный экспертный совет рассматривает их кандидатуры. Затем избранный куратор составляет список художников, чьи проекты выбирает для показа в рамках биеннале. Это открытый конкурс, который позволяет находить новые имена и привлекать региональные таланты. Кроме того, в рамках музея существуют школы современного искусства «Свободные мастерские для художников и кураторов», в которую ежегодно осуществляется набор студентов, а по итогам обучения каждое лето в МАМА создается групповой выставочный проект. Что вы думаете по поводу безопасности музеев и тех событий, что происходит в последнее время? Как с безопасностью обстоят дела в вашем музее? Не боитесь? 27 января, 23-6. Случай краж картин известных художников в 2010-2019 годах. Но вас вызвало беспокойство то, что происходит в последнее время? Не сказал бы, ведь эти вопросы решаются. Например, после всемирно известного в истории крупного террористического акта 11 сентября 2001 года в США долгое время журналисты, да и не только они, предпринимали попытки пронести различные острые и колющиеся предметы в здания, тем самым привлекая внимание к вопросам безопасности. Все вокруг удивлялись, как же это могло произойти. Но важно помнить про человеческий фактор и про то, что люди должны добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Очень тяжело в одиночку предотвратить некоторые спонтанные действия. Должна быть правильно организована работа всех сотрудников музея, от службы охраны до смотрителей. Ранее обсуждали предложение ввести так называемые стоп-линии. Как вам эта идея? Уместно ли это в музеях? Это все индивидуально. Какую-то работу надо под бронированное стекло помещать, какую-то за стоп-линии. На мой взгляд, нужно делать все, чтобы люди просто не хотели нанести вред, воспитывать в них уважение к искусству и к чужой собственности. К тому же правоохранительные органы тоже должны хорошо делать свое дело. Если у нас музеи сами будут ловить нарушителей, то кто будет выставки организовать? Это неправильно. Посетители должны понимать, что если им что-то не нравится в творчестве художника, то это только их личное мнение. То, что висит в храме искусства, неприкосновенно. Никто не имеет права трогать чужое имущество, а в случае нарушений правоохранительные органы должны это пресекать. Ваш музей оказывался в эпицентре подобных событий? Нет, у нас не случалось подобных прецедентов. Василий, у вас есть своя коллекция картин? Приобретаете работы художников? Мне повезло расти в творческой семье. Моя мама и дедушка художники, поэтому с пеленок я был окружен запахом картин. Так получилось, что со временем я также стал заниматься искусством. Дома, безусловно, висят различные картины. Но коллекцию я собираю прежде всего для Мома. Лично для себя приобретаем с супругой то, что нравится. Чаще всего это молодые художники. Еще мне часто дарят работы на день рождения. Но вот от художников я стараюсь подарки не принимать. Думаю, гораздо правильнее покупать их работы и тем самым поддерживать их искусство. Стараюсь работы приобретать на благотворительных аукционах, чтобы поддержать кого-то. У вас на столе лежат зарисовки. Любите рисовать? Свободное время отводите этому. Да, я люблю рисовать. У меня это вместо курения. Кто-то курит, а кто-то рисует. Смеется. Большие предпочтения отдаю фотографии. Хотя мне нравятся все, что связано с искусством. Во время учебы я пытался изучить все возможные способы создания художественных работ, вплоть до работы с деревом или камнем. Во мне находят отклик все, что связано с передачей эмоций через творчество. 4 января, часть 17. Биография Зураба Царетели. А у вас не было цели достичь определенных высот в творчестве, чтобы получить в итоге похвалу дедушки? Нет, не хвалит и не хвалит. Я хотел просто делать свое дело и делать его хорошо, за что в итоге я получил похвалу. Вы с ним похожи? Думаю, как многие родные люди, в чем-то очень похожи, а в чем-то отличаемся. Но мне бы хотелось обладать его добротой, человечностью и широтой души. Дедушка прежде всего мой друг. В Московском музее современного искусства сейчас проходит масштабная экспозиция художника-абстракциониста Михаила Кулакова. Почему, на ваш взгляд, ее стоит посмотреть? Это первая масштабная выставка Михаила Кулакова, событие важное и долгожданное, к которому мы готовились на протяжении четырех лет. Также это знаковый проект в рамках российско-итальянских взаимоотношений, так как выставка организована при поддержке посольства Италии и Итальянского института культуры. Выбор пал на этого художника, потому что это ярчайший представитель своего времени, настоящий крупный мастер, но, к сожалению, забытый. А важная задача музея – рассказывать о значимых художниках и сохранять память о них. И я советую всем посетить эту выставку, так как мне очень понравилась ее энергетика, сильная, жестовая, в которой прослеживается танец живописи, задуманный автором. 19 апреля, 8.24 в Москве пройдет ретроспектива художника Михаила Кулакова. Рея новости выступает официальным информационным партнером выставки Михаила Кулакова в МОМА.